Это канал Юроплей. Сегодня мы будем изучать наборы навыков. Первый набор который я хочу вам показать это мой любимый штурмовой набор. Еще я люблю его называть универсальный набор. Как первичное оружие я люблю брать винтовку М308. Вторичное оружие у меня дробовик Судья с разрывными. Оружие ближнего боя Катана Шинсакуто. Как метательное оружие я люблю брать коктейль Молотова. Данный набор навыков позволяет мне выбрать что сейчас мне требуется либо хорошие патроны либо большие аптечки. Всегда выбираю самую лучшую броню. Из перков мне больше всего нравится силовик. А теперь мы заходим в навыки и начинаем разбирать каждый навык который я выбрал в этом наборе навыков. Начнем осваивать манипулятора. Осваиваем его дерево. Следующий навык который мы должны обязательно прокачать это выносливость. Базовый уровень увеличивает нашу выносливость на 100%. Полностью прокачанный навык выносливости дает нам возможность добавить выносливость еще на 50% а также дать эти 50% всей команде. Следующий навык который мы должны прокачать в ветке манипулятора это лидерство. Базовый уровень навыка лидерства повышает стабильность ваших пистолетов и пистолетов напарников на 4. Полностью прокачанный навык лидерства повышает стабильность всего вашего оружия и оружия напарников на 8 единиц. Следующий навык который мы будем использовать в ветке манипулятора это доминатор. Прокачайте данный навык только на базовом уровне ибо этот навык пригодится только для того чтобы вытащить вашего напарника из тюрьмы. Идем дальше. Следующий навык это вдохновление. Данный навык обязательно надо прокачать полностью. Базовый уровень позволяет вам поднимать напарников на 50% быстрее. Криком вы можете ускорить своего напарника на 10 секунд. Полностью вкачанный навык вдохновления позволяет вам поднимать напарников с вероятностью 75% просто используя крик. Двигаемся дальше. Так как это у меня универсальный набор навыков. Это значит что я прокачал полностью боевого врача. Базовый уровень позволяет устанавливать две медицинские сумки. Полностью прокачанный навык дает вашим медицинским сумкам по два дополнительных использования. Следующий навык в ветке манипулятора, который мы будем использовать это обезболивающие. Базовый уровень этого навыка. Напарники поднятые двами получают на 10 процентов меньше урона в течение 5 секунд. Если его прокачать полностью, напарники поднятые вами получают еще на 20 процентов меньше урона. Это очень пригодится на уровне сложности жажда смерти, когда вы криком поднимаете своего напарника и у него есть время убежать от бульдозера или опасности. Двигаемся дальше. Кабельщик. Если мы прокачаем на базовом уровне, то скорость связывания заложников увеличивается на 75 процентов. Если мы прокачаем полностью, то количество переносимых кабельных стяжек увеличится на 4. Данный навык очень поможет вам на уровне сложности жажда смерти, когда на карте находится очень много гражданских, которые можно связать и таким образом можно замедлить штурма или вытащить кого-то из тюрьмы. Контроль толпы я прокачал на базовом уровне. Но вы можете прокачать совершенно другой навык. Главное, чтобы он обошелся вам в одну единицу навыков. Поехали дальше. Следующий навык у нас наблюдатель. Я его прокачал на базовом уровне. Его надо брать обязательно. Противники, отмеченные вами, получают на 15 процентов больше урона. Обязательно его берите. Последний навык ветки манипулятора. Это Килмер. Я прокачал на базовом уровне. Увышает скорость перезарядки штурмовых и снайперских винтовых на 25 процентов. Очень полезный навык. На этом ветка манипулятора завершена. Теперь мы переходим к ветке штурмовика. Осваиваем дерево штурмовика. Это самый первый навык. Двигаемся дальше. Транспортер. Базовый уровень этого навыка позволяет передвигаться сумкой быстрее на 50 процентов. Полностью прокачанный данный навык позволяет кидать сумки на 50 процентов дальше. Очень полезный навык. Движемся дальше. Загнанный зверь. Базовый уровень этого навыка позволяет делать следующее. Когда вас окружает трое и более врагов, ваш урон увеличивается на 15 процентов. Когда вас окружает трое и более врагов, урон по вам снижен на 15 процентов. Следующий навык, который я вам советую выбрать, это устойчивость к оглушению. При штурме этот навык очень здорово помогает. Итак, смотрите. Базовый уровень этого навыка снижает продолжительность эффекта светушимовой гранаты на 25 процентов. Полностью вкачанный этот навык снижает продолжительность эффекта на еще 50 процентов. Это очень здорово помогает при штурме, особенно на уровне сложности жажда смерти. Переходим к следующему навыку. Так как это у меня универсальный набор навыков, то мы выбрали специалист по амуниции, полностью вкачанный. Базовый уровень позволяет устанавливать две сумки с патронами вместо одной, а полностью вкачанный специалист по амуниции в каждой сумке хранит на 200 процентов больше патронов. Универсальность этого набора навыков заключается в том, что у вас есть и полностью вкачанные медицинские сумки и полностью вкачанные патроны. То есть вы сможете выбирать, что нужно конкретно в данной ситуации. Поднимаемся выше, смотрим следующий навык. Вооружен до зубов. Базовый уровень повышает количество переносимых боеприпасов на 25 процентов. Нужный навык. Поднимаемся еще выше. Железный человек. Базовый уровень позволяет надеть улучшенный комбинированный тактический бронежилет. Очень важный навык. Следующий у нас оверкилл. Базовый уровень. После убийства врага с помощью дробовика или пилы ОВ-9000 вы будете наносить на 75 процентов больше урона в течение пяти секунд. Весьма полезный навык. Особенно если вы берете дробовик с флешетами. А первичное оружие у вас будет пила. Как вторичное оружие я советую использовать вам дробовик. Профессионал ближнего боя. Повышает скорость перезарядки дробовика на 50 процентов. Удар дробью. Я советую прокачать полностью, если вы будете играть дробовиками как вторичным оружием. Удар дробью. Базовый уровень. Повышает стабильность при стрельбе из дробовиков на 4. Полностью вкачанный навык. Вы наносите на 35 процентов больше урона при стрельбе из дробовиков. И последний навык, который вы должны прокачать в ветке штурмовика это крепкий орешек. Базовый уровень этого навыка позволяет сделать следующее. Если вы упали, то сможете использовать основное оружие, чтобы защитить себя. Полностью вкачанный навык. Ваша броня восстанавливается на 15 процентов быстрее. Это гораздо полезнее, чем базовый уровень. Турмовика закончили. Переходим к технику. Как обычно первое, что мы должны сделать, это освоить дерево техника. Открываем и задействуем этот первый навык. Стальные нервы. Советую прокачать базовый уровень, который дает нам следующее. Получаемый урон снижен на 50 процентов, если вы взаимодействуете с каким-либо предметом. Очень полезный навык. Двигаемся дальше. Мастер винтовок. Базовый уровень. Вы прицеливаетесь на 100 процентов быстрее с штурмовыми и снайперскими винтовками. Очень полезно. Полностью вкачанный повышает увеличение прицелу штурмовых и снайперских винтовок на 25 процентов тоже очень полезно. Переходим к следующему навыку. Снайпер. Базовый уровень. Повышает точность оружия с одиночным режимом стрельбы на 4. Полностью вкачанный навык повышает стабильность всех ваших винтовок на 8. Очень полезный навык. Двигаемся дальше и выбираем ветку призрака. Как обычно, в первую очередь нужно освоить дерево призрака. Открываем. Двигаемся дальше. Навык спринтер. Базовый уровень. Снижает время до начала регенерации, выносливости на 25 процентов и повышает скорость ее восстановления на 25 процентов. Полностью вкачанный навык спринтер. Повышает скорость бега на 25 процентов, а также дает шанс вернуться от вражеского огня во время движения на 25 процентов. Очень важные навыки. Смотрим дальше. Вордомушник. Базовый уровень. Урон от падения. С несмертельной высоты снижена на целого 75 процентов. Очень нужный навык. Смотрим дальше. Быстрые руки. Базовый уровень. Вы упаковываете добычу и взаимодействуете с сумками на 25 процентов быстрее. Полностью вкачанный навык повышает скорость вашего взаимодействия с сумками и добычи на 50 процентов. Когда у вас встречаются миссии, где много сумок, это очень-очень здорово выручает. Особенно на уровне сложности жажда смерти. Переходим к следующему навыку. Шиноби. Базовый уровень. Скорость ходьбы увеличена на 25 процентов, а скорость передвижения пригнувшись увеличена на 10 процентов. Переходим на следующую ветку и осваиваем беглеца. Единственный навык, который мы будем здесь использовать, это толстокожий на базовом уровне. Стойкость увеличена на 10 пунктов. Мы разобрали все навыки и теперь посмотрим, что у нас с перками. Мне нравится перк силовик, потому что у него есть такая функция как восстановление жизни. Обратите внимание, вы будете восстанавливать 4 процента здоровья каждые 5 секунд и плюс сам силовик дает вам довольно-таки много здоровья. Если у вас хорошая броня и много здоровья, то на уровне сложности жажда смерти вы не будете постоянно падать. Сейчас вы ознакомитесь с этим перком. По завершению я даю вам список карт, где данный набор навыков очень здорово бы пригодился. С вами был Юрок. Подписывайтесь на канал Юроплей. Ставьте пальцы вверх. До новых встреч!